И жиль здесь, и вся исполняяй сокровища благих, И жизни подателю, иди, селися вны, И очистины, а всякие скверны, И спаси, блажа души наша. И Господь и Бог наш, именем Господа нашего Иисуса Христа, благослови наши занятия, учения. Даруй, Господи, чтобы нашим учителем был Ты, Господь наш, который спас нас, вырвал из этого тенистого болота, поставил и укрепил наши ноги на камени заповедей Твоих и словес Твоих. Помоги, Господи, чтобы и другие люди утвердились на них Твоей милостью. Даруй, Господи, нам быть участниками всего и тем, кто далеко от нас. Благослови, Господи, всех встретить воскресенье Твое святое, праздник Пасхи, достойного, как подобает искренно верующим. Слава Тебе за все, Отец, Сын и Святой Дух. И Святой Дух. Аминь, аминь. Аминь. Слава Иисусу Господу. Пожалуйста, праздник Пасхи. Я сегодня в очках могу читать, если не жил, а не есть в крови. Или ты все не читаешь. Послание Ефесянам, 4 глава, 25 стих. Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждой ближнему своему, потому что мы члены друг к другу. Полкование. Сказав о ветхом человеке вообще, потом описывает его и по частям. И, во-первых, устраняет ложь в отношении друг к другу. И, что особенно важно, не способна пробудить стыд, потому что мы члены друг к другу. Как бы так говоря, неужели глаз, увидев зверя, лжет ногам и препятствует им бежать? Или же нога, ощутив глубокий ров, скрывающийся под тростником или землей, неужели лжет и не дает знать глазу, чтобы он посмотрел в другую сторону и нашел обход? И вообще, во всем ты найдешь то же самое. Посему и мы также не будем лгать друг к другу, ибо мы члены одного тела. А нестолкование. Вы сразу поднимайте руку, кто хочет сказать. Ведущий махнул рукой, говорили. А то все замолчали. Мой я, я не раз выступил, два раза, ну что, я перехватываю, что ли? Ну, молчат, приходится говорить. И говорить уже быстро, самое главное. Четкий такой пример, чтобы он запомнился. Ну, вы как считаете, вот сейчас выступают против, в связи с католиками, это выступают они по этой заповеди, что глаз видит опасности, сообщает всему телу, что это правильно делается? Это относится ко лжи. Нам сейчас говорится вопрос о лжи. Не в гитте друг к другу. Мне тогда вопрос поставлен. Ну, мы лошадь правда отвечаем. Ну, явное дело, сказал, говорит, а там этого нет, пошел нету. Ну, сказал, я не могу сегодня. Пришел, говорит, а он работает. А что сказал, не могу? Я обманул. Я говорю, сколько раз нужно, чтобы принять какие-то меры? Ну, раз обманул, два, три. Ну, ты видишь, что лжет на каждом шагу. Я этого не знаю, среди верующих как-то не было таких. Если он был, он меня мгновенно слиняет, его не будет где-то. Я расскажу ему, что это такое. Он поймет, что он на сатане сидит верхом или на нем сатана. Закончено, Тихонович? Ну, говорите, Галина. Я слышала мнение одного врача, верующего. Ну, как бы, я считаю, что это ложь, и хочу спросить, правильно ли я думаю. И она, значит, говорит, вот, если вы узнаете, что кто-то ваш близкий болен смертельной болезнью, скоро умрет, то, ну, не надо, не обязательно его расстраивать и говорить, да, ты умрешь. Ну, скажите ему, что все хорошо, что все будет хорошо, мол, все-таки он, ну, возможно, спасется, если он верующий. Все у него будет хорошо. Но я считаю, что это ложь. Или нет? А вот представь себе, сегодня больше сейчас людей в мире лгут. Подавляющее. Может быть, 90-х часа лгут, непрерывно лгут при том. Ну, представь себе, миллиарды людей верят, вот, больше миллиардов буддистов верят в спасение. На какое спасение это? Даже не я, то есть и обман. Другие 2 миллиарда. Они верят, что Иисус ест, но только он не умирал, за грехи не умер. Ну, явное дело, что ты в грехах находишься. И этому верят люди, это тысячи лет. И потом это, по нашим правилам, по-христиански, это абсолютная ложь. Полноценная, полная, от дьявола. Такое учение, что можно спасить своими делами или баранами какими-то. Коммунисты лгали, вели в коммунизм, а лгали 70 лет. И вдруг исчезли. Вот сейчас будет, ну, воскрес Хрущев-то. А где мой сын? Он Никита Сергеевич, а у него сын Сергей Никитич. Где? Он гражданство американское принял. Как? Да и Америке чуть атомный щит, говорит, не навесил сверху-то. Он бы умер от страха. Сталин стал бы... Так, а где моя дочь Светлана? Какая? Аллилоева-то? В монашество подалась с католикам. Сталин бы, я думаю, материться не стал. Только сказал, боже мой, что делается? И умер. Он бы обратился. Вещь невероятнейшая. Никто не мог... Это Бог так сделал. Бог. Вот. А где мой сын Василий? Да в тюрьме сидит. Мой сын в тюрьме, да. И тебе туда же будет дорога. Ледоед. Вот. А Гитлер сейчас был. А где Борман? Борман, а что это около вокзала закопано-то. А Геббельс? Ну, а Геббельс сам себя отравился. А где дети его? А она и сама Магда отравила. Ой, ой. Я уж боюсь про Геринга спрашивать. А Геринга у него тут ампула была с ядом. Он сам себя отравил. Ну, остальные, это начинает шпаха, другие. Ну, а это всех, всех повесили. А зачем же я живу тогда? Понимаешь, нет? Он обманывал людей. Это царство тысячелетнее. Айн таузенть эрги стрейк. Ничего не было. Хайп Гитлер. Хайло открыли. Ничего нет. Все кончилось. То есть обман. И обман всякой лошадь сатаны. А протестанты. Ну, вот, наконец, мы увидели. Истинно православие. Пришли. И людей как? Спасение. Крестные ходы пойдите. От мертвого отрежьте что-то там себе. По мощи будем называть. Иконы, что были там, миротащили, запах. А Христе-то ничего не знают совсем. Записки подаваться. Это не обман? К этому обману-то нацеплялось столько еще. А кого-то еще рается там. Католиков, других. Нас еще рается как язва, как чумы болотные. А на все отвращаются. Все равно меня один выходит. Участвует в скайп-беседах этих, которые идет. Я 30 лет назад ушел из православия. Ничего себе. А почему? А я к батюшке подошел, Евангелие спросить. Он говорит, тебе это не надо. Эй, ходишь в церковь, ну и ходи, покупай свечки-то. Ну как он ответил-то, с его слов так. И 30 лет ты не мог понять, что батюшка неправильно ответил. А теперь-то ты не в церкви. Я ему сколько задаю вопросов, ни на один не отвечает. То ничего нет. То есть полностью кастрирован разум. Вообще ничего в мозгах нет. Но я еще ему должен сказать, то только до конца беседу довести, чтобы по-хорошему и навсегда. Ничего нельзя сделать. Он находится во лжи в тысячу крат больше, чем он думал, что имеет. Я знаю, я на корабле. Православие в ахвовом положении. Но я знаю, тут надо работать, пробуждается новое. А вот вы были, а вы в каком городе знаете? Есть хоть один верующий? Я говорю, я не знаю ни одного места на земле, где бы верующих не было. Где бы я ни был, я везде их нахожу. Притом сразу. Бывает прям, еще даже около города подъезжаю, уже нашел, уже Бог отвечает. А вы прожили, не знаете, ничего не знают. То есть вот что такое ложь. Если ты узнаешь, ну, лжец его роба наследует погибель, но вор из них лучших. Все рахом говорят, почему? Ну, он своровал, я теперь еще буду. Я его не запускал. А лжет, я не знаю, где он сказал правду, где. Он меня десятки раз обманывает и все. Я поеду, буду работать. Мне сегодня один говорит. Ну, хороший мужик, парень, там, наш, член общины, там. Дальше некуда, хороший. Я даю фотоаппарат, говорю, сфотографируй. Тут я собаку как кормлю. Ну и все. Он встал, щак, щак. В это время Гарри влазит с ребятишком. Ну, ты шагни два раза в сторону, шага, штору. И ребятишек в машину захватишься. Картина-то поменялась. Он не понимает этого. Наконец этот отъезжает. Теперь смотри. Николай берет свою варвару, держит на руках. Встал на коленочке, почти на корточке. И собаку кормил. Ну, кадры-то на улице такие не бывают. Он ничего не понимает. Он лупает глаза. Глаза, говорит, по ложке, говорит. А они видят крошки. И что он может на это ответить? Я говорю, что ты такой дубовый? Ну, маленько можно сориентироваться. Называй хорошего фотографа. Я говорю, у нас приехал Волобоев. Доконно-международная фото-выставка, какие премии берет. Александр Павлович. И нужно было сделать фотографию Витя Петеримова в день свадьбы. Как он Ларису везет на тележке, как Боярну и Морозову. Мы шинелку накинули, то другое. Так он ждал, там солнце за тучу сейчас зайдет. Подождите. А как люди все выгодно через ограду полезли там с этой стороны от пруда идти. Как ему дали пенек принесли. На какую высоту он все вымеривает-то. Еще мне этот человек выдал. Ну, что сказать? Вот я не знал-то. Теперь я буду. Ничего подобного. А я не фотограф. Мне эти нещие примеры давать-то. Я так и сел. Так ну ты не знаешь, как за корову кажутся. А я говорю, как, как. А я не думаю жить в деревне. Зачем мне это нужно? Ничего себе. Как же так? Ну а завтра ты будешь в деревне-то. И притом, выслушать это ничего не стоит-то. Вот такой вот обухом это означает первый шаг отречения от себя под сомнением. Человек даже не знает грамоты, считает хорошо. Начинаем считать. Ударения все они туда лепят и все. Где написано, и не было там ни одного. А он считает, был там одного. То есть, где не, он его выбрасывает. Считает. Я говорю, почему? Не знаю, почему так. То есть, сатана выхлёстывает. А где надо было сказать, что нету, и там были одни верующие. А он считает, тут не было верующих. Ну ты же увидишь, нигде. Не знаю откуда. Слова перекидывать. Ты и считать не знаешь. А на это что ответит? Ну я не диктор. Это диктор пусть учится. Если ты неправильно считаешь, то у тебя неправильное мнение. Совершенно неправильное. Ты написал, не ходи, а ты говоришь, ходи. Я сказал. Сегодня-то что здесь было-то? Я услышал тут разговор, прям крик такой начался с одним человеком. Я говорю, а почему? Ну я услышал, кто рядом стоял, понял, что между ними что-то нет. Я тогда вернулся назад и поздеваю сестру и говорю, что случилось-то? Да я позаглаза не хочу говорить. Вот уровень какой. Я говорю, не позаглаза, мне не надо ничего. Причина, что вызвало-то? Ну когда вы стали говорить, там вот потерялась вот эти у меня. Комога-то? А этот человек, он страшно не любит, как сделать замещание. И не так выглядит, убирает. Это не отрекся себя. Тебе разницы нет, на тебе кто общится, хвалит тебя. Разницы никакой не должно быть. Премьер равнодушный, говорит, не оспаривай, глупца. Пушкин пишет. Один спрашивал, а как это отречься? Он говорит, это что? Он говорит, кладбище. А вот это? О, это памятник богатому человеку. Так, иди. И говорю ему, самое хорошее. Он подбежал, ученик. Ой, такого человека не было. За две тысячи лет с половиной один, только такой, как ты был. Город весь рыдает. Ну ты жена и дети. И такие плоды от тебя хорошие растут. Иди сюда. Еще. Молчит. А теперь иди, говори, самые плохие слова. Ты живоглот, был прокурором. Сколько ты людей загубил. Невинные в тюрьмах страдали. Паразит. Как тебя раньше бог не убил. Гадина ползучая. Иди сюда. И что? Я еще не все ему сказал. Что я знаю в народе. Ну иди еще раз. Третий раз позвать. Так я еще не все сказал-то. И что наших родственников под расстрел подвел-то? Сволочь он. Ну ладно. И что? Молчит. Правильно. Вот такой ты и будь. Урок. Вот урок. А тут нет. Меня не похвалили. Да она сидела. А другая сидит уговорит. Да молчи. Вот сейчас про меня будет говорить. Скажет, что я взяла. Я утащила. Она прямо умирает. И наконец не выдержала. Закричала вот там. То есть беснование началось. Залаяла она. Вот так. Она залаяла. Вот так. То есть вот какое дело-то. Я должен мимо пройти. Нет, я узнал. А теперь что? Ничего. Только молитва. Я мог. Говорит. Завел. На моей стороне. Правда-то. Ничего подобного. Я только думаю сейчас. Как молитву так поставить, чтобы как-то человек уже при смерти. Уже вторая нога над могилой. Это и так себя ведет. Да разве же можно это? Сидеть рядом с человеком. У меня есть такие знакомые. Ничего еще нету. Ну сейчас про меня расскажет. У этих людей настоящих, настоящих друзей нету. Я прохожу мимо. Хороший друг этого человека. Я говорю, ну ты займись им. Она никого не слушает. А как так? И быть неправым, и не слушать. В первую очередь она... Я не назвал. Я знаю это. Вижу реакция будет. Я не назвал это. Даже не назвал. И то сатана уже подзуживает. Ну годится ли это? Ну какое же это христианство? А ты бы наоборот сразу, чтобы на другого не подумали. Ты сразу соскочил. Это я сказал. Это я сделал. Это я взяла. Не делайте, как я. Я вот такая-то... Нет, не тут-то было. Ухватился за задницу и молчит. Это в лагере так. Кто это разбил стекло? Не один. Наконец... Ну а я стоял сзади и видел. А это не я. А я сфотографировал. Все. Застегнуться первое дело. Застегнуться. Растегнутым масоном у нас не принимаются. Давай, пошли дальше. 26 стих. Гневайтесь. Гневаясь, точнее. Не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем. Полкование. Сказав, не лгите, потом как бы от лжи часто происходит гнев. Он говорит, хорошо было бы совсем не гневаться. Если случится, то, по крайней мере, не доводите себя до греха, неумеренно предаваясь гневу. А некоторые говорят, что один только есть безгрешный гнев именно против демонов и страстей, которые предлагает нам здесь святой апостол. Да не остается, говорит тебе надолго это чувство, и пусть не оставляет вас врагами заходящее солнце, дабы свет его не осеял вас недостойными, и чтобы ночь еще более не разожгла всего огня посредством помыслов и не способствовала возникновению злых умыслов. Конец толкования. Вот так. Ты знаешь, вот куда ни глянешь, везде школа. Вижу, девочка рисует, я не знаю, кто-то занимался или нет, может о ком научить, рассказать. Она что-то делает, он то есть, основное время черкает, карандаши портит и бумагу. И как будто нужны нет, и ни одна, ни один человек, это я сколько смотрю. Да кого не понимать, неправда. Еще раз говорю, неправда. Я рассказывал, как к нам в Новосибирск приехали, у меня три сестренки, мои родные, три сестренки учились. Они из деревни Новосибирск, это уровень разного преподавания. А еще если запущена была, она болела. Прошло два месяца, ее не узнаешь. Математика нуль, потому что я взялся за математику, жена стала литературой, пошли тройки, дальше четверки, а потом ленты, пошли пятерки. Я занялся иностранным языком. Да главное, двузначная цифра, в уме считают, только шорох стоит. А то не знают, что такое два с половиной на два с половиной. Работа. И будет видно все. Никаких талантов нет, так они не развиты, таланты. Ну ты покажи одно дело, другое где-то рядом. Ну-ка давай так. Показано в старом рисунке, он косит траву, а впереди он встал. Маленькая литовка сделана, и отец стоит, его руками водит. Это косарь растет. Вот у нас в деревне, посмотри Ерема, сколько ему лет двенадцать-то не было, он на машине гоняет, на поле, везде все делает. А другой тоже в деревне, он ничего не умеет. И тогда Игорь Александрович говорит, а ты чего не учишь сына-то? Я говорю, почему не учишь, то он не будет еще. То есть как бы чего не было, как бы хуже не было. А оно хуже будет только потому, что ты его не учишь. Сегодня посмотрел ролик, летом был мальчишка у меня. Ну до того он бойкий, до того из себя привлекательный. Там девчонки прям к нему это, как мухи, говорит, на навозную кучу. Ну ладно, я вас спрашиваю, ты куда хочешь ехать? Спортивный лагерь от вас. А она бабка привезла его и пожаловалась. Говорит, прям наследает на меня, поехали и поехали. А почему? Он боится купать себя, воды боится. Здоровый парень? А что, Катарстан, там какая вода-то? Я говорю, ну давай ты постарайся. Но он научился плавать. Я говорю, только вода сейчас потеплит, я сам тебя будущий за день-день научу. Так он научился теперь туда-сюда и не уезжать еще не надо. Ну учить только его надо. Думаю только одно, что каждый день купается, а он не умеет. Он везде герой, а тут стоит вверху герой и ничего не знает. А тут я сразу опять на высоту поднялся. Ну я правильно говорю, нет? Правильно. Они знают, как было. Учить надо. А он был маленький совсем. Ну я пришел, он увидел, что я справедливо поступаю. А мне не разрешили на вышку туда лезть и высоко, только я могу разрешить. И дальше по буму ходят, 75 метров бум на такой высоте. Мне не разрешили. Я допросил. Правда? Правда. А почему не разрешили? Да он мне не умеет. Ну казалось. Залез он, я ему подал у меня ходули. Держи за ходулину. Пошли туда-сюда. Баба, я ходить научился. Все, баба, иди. А теперь наверх. За тебя отвечай. Не я, баба, баба. Веди его туда. И теперь по лестнице карабкайся, а ты подстраховывай. И наверх залез, я ему дал бинокль. Посмотрел. Посмотрел. Ты ничем не хуже других. Тебе разрешено на самый верх было залезти. Так он слез, он сияет лезь. А другой хулиган, думаю, заводить, не заводить, на голубят. Завел. Так ему дал голубят подержать. Ребенок на глазах меняется. Он маленький и держит. К слову сказать, у меня сегодня ночью убыль какая. Голубка, которая у меня в комнате была, я вынес, и она снесла яйца. Вчера она на двух яйцах сидела. Сегодня зашел, ни яйц, ни кожуры нету. Ничего нету. Не знаю. Если бы крыса была, у меня у нас железного копкона нет. Мышка была, мышка бы оставила хоть кожуру. Ни одной кожуринки нету. А голуби целые сидят. Ну, сидят уже тут. Я ж давно к Пасху выводится, я их выпущу, а теперь они не улетят. Я их приучаю через это. А сейчас у них нигде, знаю, ничего нет. Открыть нельзя, ничего улетят. Куда делись? Все, сейчас лазил, руками щупал. Нигде ни мокрого, ни одной порошинки. Этого нет даже. От шелухи. Вот так. Пошли дальше. Видишь, сколько можно сказать? Дальше. И не давайте вместо дьяволу толкование. Вождавать друг с другом, значит давать вместо дьяволу. Ибо до тех пор, пока мы соединены и сплочены, он ничего не приносит своего, так как не находит места. Когда же заметит какой-нибудь раздор в нас, тогда, находя место, просовывает сначала голову, подобно змею, а потом забирается и всем своим извивающимися телом. Конец толкования. У меня два старообрядца были мальчишки. Хорошие мальчишки. И что-то коснулось писать. А они пишут по-стартово-славянски. Настолько он их научил, отец, что они русский язык забыли. А другой у меня было рисовать. Все научились рисовать. Посмотри, как рисует Фрося. А почему? Дар рисовать нужно не художник, хотя отец рисует. И научил их. Оно нарисует их, похоже прямо. То есть, везде надо учить. Не можешь, попроси кого-то, не за деньги. Вот так. Вперед. Я хочу сказать немножко про сплоченность. Погромче. Я хочу сказать немного про сплоченность. Вот у нас община. У нас тоже здесь бывают свои конфликты, терки. Кто-то год здесь, кто-то пять, кто-то больше пятнадцати лет. Но вот сегодня встали два Игоря Владимировича. И рассказали свои две ситуации. Ну невозможно просто... Наверное, из-за этой сплоченности невозможно остаться равнодушным. Ни к боли Игоря Дыбунова, ни к боли Игоря Третьякова за ребенка. То есть, вот все равно мы здесь, как одна семья, все равно переживаем друг за другом, молимся. И братья молодцы, что объявляют об этом, чтобы мы молились. Спасибо с Христос. Что помните о нас. Что мы все-таки молимся о вас. О вас. Да. Ну у меня была мысль, думаю, сохранить или нет. Вот я просто вспоминаю у нас сестер перед тем, как они уходили. Ну вы их хорошо все... Как вы их все хорошо знаете. Не буду говорить по именам. А то опять скажут, что вот. И когда они уходили, то я задавал вопросы. Говорю, ну а почему вот так вот вы сделали? Ну не оповещаете-то, хоть бы помолились. Да мы знаем вас. Я вот такие ответы услышал. Несколько. Знаем вас. Опять сглазите что-нибудь. Или там начнете там по заглазам нас там разбирать, косточки там мыть. Или еще что-нибудь. Совершенно неправильная позиция вообще, я считаю. Такого не должно быть. Написано, должна быть жертва общения. И написано, вот кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Но перед этим написано, если мы ходим во свете, как он во свете, то имеем общение друг с другом. Ну друг с другом. И кровь, и тогда вот кровь Иисуса Христа. То есть нужно иметь общение друг с другом. А если ты уже не имеешь с кем-то общения. Я вот с миром не имею общения. Ну общение это тесно. Вот я должен поделиться. Я чем могу поделиться? С братьями вышли мы благовествуем Где-то встретил человека Есть у тебя возможность Рассказал ему о Христе Именно о Христе Не о своих чувствах А здесь О единении с Господом В церкви А здесь мы можем поделиться друг с другом А как еще поделиться Вот они в скорби, печали есть А есть и радости И радостью делимся тоже Радостью поделиться Приятно, у тебя радость, прибыток С тобой порадовались Вот когда печаль еще такая Некоторые его так воспринимают А вы такие, вы будете злорадствовать Или еще что-нибудь Но могу так сказать, что у меня Ни одной порошинки в глазу даже не было Чтобы не сообщить это Как даже назидание для других Чтобы и больше молились все еще Потому что бывают такие Я никогда не думал, что это я буду примером Мне надо было это Ну Господь вот выбрал, видать Самое такое Сильное звено в общине Но не буду думать, что слабое Все спрашивают Как ты так пережил это все Испугался или еще что-нибудь Просто я говорю молился Хорошо, 28 стих Кто крал, впредь не кради А лучше трудись Делай своими руками полезное Чтобы было из чего Уделять нуждающемуся Полкованию Видишь какие члены у ветхого человека Ложь, злопамятство, воровство И не сказал, да будет наказан Крадущий, но Да отстанет Говорит от этого зла Ибо то дело Внешних судилищ А это учение Христова Где же так называемые катары В скобках чистые Это какие-то вертики А на самом деле Исполнены всякой нечистоты И отвергающие покаяние Пусть они услышат Что снять с себя позорное имя Значит Не отстать только от греха Но и делать нечто доброе Ибо послушай, что говорит далее Ибо недостаточно отстать от греха А нужно вступить На противоположный ему путь добра Прежде он делал зло Теперь пусть совершает добро И не просто, а с усилием Чтобы с одной стороны Сокрушить тело Которое прежде вследствие Бездействия на выклако злу А с другой Чтобы в достаточном количестве Иметь способы к жизни И продовольствию Дабы уделять и других И дабы тот, кто прежде других обирал Теперь благотворил другим Чудное дело Евангелие превращает ангелов Чуть не в демонов Комментарии Нет более результативной книги на земле На счету которой миллионы спасенных И что бы ни сказал человек Самого, самого возвышенного О друге, о родине Об отце с матерью Все это применимо к Евангелии Евангелие не только Воскрешает умерших И из зверей делает людей Но Евангелие превращает В ангелов Чуть не демонов Такие слова может сказать тот Кто испытал на себе Благотворное влияние Благой вести О умершем за его грехи Иисусе Христе Евангелие То есть благая добрая весть Известие о том О чем тоскует душа Днем и ночью Ища утешения Святой Серапион Чтобы одеть нищего Снял с себя последнюю одежду И когда его спросили Кто раздел тебя Он прижимая к себе Дрожащими руками Евангелие Показал на него Это оно Снялось с меня последнюю одежду И такую чудную книгу Источник воды живой Богооткровения Живого Создателя Сумели спрятать И сделать как бы не существующий Господи Дай любовь к Евангелию Твоему Православным священникам Евангелие превращает Ангелов Чуть не в демонов Конец толкования Время не теряется Никого нет Считай дальше Дальше Никакое гнилое слово Да не исходит из уст ваших А только доброе Для наседания вере Дабы оно доставляло Благодать слушающим Толкование Гнилым называют слово Праздное Безрассудное И неуместное Каковы шутка И пустословие Но еще более гнило И так сказать Зловонно Срамословие Брани клевета Ибо не за дело только Но и за слова Дадим ответ То есть будем говорить то Что наседает ближнего Потребно Подлежащей нужде И не безвременно И бесполезно Дабы слушающие Остались нам благодарными Потому что Если мы будем Говорить душеполезно То слушающие Как получившие пользу Будут благодарны Или чтобы слово ваше Говорит Сделало их Облагодатствованными Ибо как мира Подает благодать Получающим его Так точно И душеполезное слово Видишь ли Как Павел Чему убеждает Всегда А то мы Теперь просит нас Чтобы мы Назидали ближнего То есть Самих себя Ибо тот Кто советует Душеполезное Другому Конечно Гораздо прежде Кто делает самому себе Конец толкования Тридцатый стих И не оскорбляйте Святого Духа Божия Которым Вы запечатлены В день искупления Толкования Если ты Говорит Скажешь Слово гнилое И недостойное Уст христианина Не человека Ты оскорбишь Но Духа Божия Которым Ты Облагодетельствован И которым Освящены Твои уста Затем Оказывает Чем мы Облагодетельствованы Ибо Дух Запечатлел Нас Показания Чтобы мы Чтобы мы Принадлежим Царскому стаду Не оставил Он нас В числе Повинных Гневу Божию Но и Сделать них И печать Наложил Чтобы избавить От всего гнева Не устыдимся Ли после этого Оскорблять его Твои уста Запечатаны Духом Чтобы не Запечатлены Чтобы не Говорить тебе Ничего Недостойного Его Не отрешайся Сей печати Конец Полкования 31 стих Здесь Главные слова Не в том Что Не говорит Неправду Проще Это многие люди Не знающие Бога Он говорит Во имя Его Везде Последние слова Прочитай еще раз Ну сейчас читал С этой стороны Зачем пошел Туда Вот Нет Решай Сей печати Написано Или Твои уста Запечатлены Духом Чтобы не Говорить тебе Ничего Недостойного Его Не отрешайся Сей печати Видите Достойное Его Христа Это надо Умно Настроить Все время Я это делаю В общем-то И выгода есть А как Господь Посмотрит Вот это Чувствование Во Христе Иисусе Постоянно Притом Нужно Вести себя До такой Кондиции Чтобы все Ты делал Так Что нравится Господу Как бы Во свете Библии На все Смотреть Тогда На душе Спокойно Спать Будешь Нормально Пища Перерабатывается Нормально Даже Внешне Все будет Другое Мне вчера Пришлось Одну Сестру Нашу Встретить Здесь Бывает В платке А когда Мой поехал Уже В коридоре Уже Все Без платка Я говорю Что ты делаешь Это Весь Мир Без платка Ни Одна Мусульманка За 1300 Лет Без платка Не вышла А до Чего Ты делаешь Дух Мира Изнутри Клокочет Я же Понимаю Откуда Ты не Молишься А если Надо Молиться Под Непокрытая Голова Да Зачем Зачем Это Соломудренно Даже Нам Трудно Представить Что Девочка Была Богородица Она Бегала Без платка Просто Мы Видим Как Южные Народы Себя Сохраняют Интересно Недавно Ролик Выставили Ролик Девушку Девушку Отдают Замуж Ну Такое И вот Да может Даже Не мусульман Там же Не совсем Помнят И вот Они Привели Врача Чтобы Он Гинеколог Чтобы Он Засвидетелся Справку Выдал Что Она Девственница А Она Никак Не идет На это Дело Плащет Сидит Она Никогда Этого Не Видела Куда Смотреть Буду Конечно Женщина Гинеколог Все Нормально Соседи Мать Ее Уговаривают И Наконец Она Согласилась Закрылась А там Говорится В пол Тела Отдала Сама Скрылась Будто Ей Не Принадлежит То Что Есть Ну Естественно Что Ей Выдали Она Девственница Ой Смотришь Как Они Встречаются Как Они Целуют Мать Тетка Приехала Все Целуют Поздравляют Выигрыш Какой Пал Она Девушка Себя Сохранила А Это Стоит Того Вот Они Это Понимают Что Она И Замужеством Будет Такая Верная Вот Смотришь Ну Они Там Сейчас Не Могу Даже Сказать Может Даже Не Мусульмане Но Верующие Они Там Одеты Как Мусульмане Вот В Индии У нас И понятия Никакого Не имеют Об этом Девушка Не Девушка Ну Что Сделаешь Пристроить То Надо Куда То Лоток Должен Быть Всегда На Голове И У У У Дерево Большое Как Моглиц А Им На Дерево Качели На Тазаграды Подходит Наша Кто Бо Нишел Останавливается Нина Надежда Васильевна Сестра Ну Почему Без Платка Ну А Мать То Была Против Мать Начинает И Никак Мы Ничего Не Можем Сделать Дерево Стоит Она Дорога Идет Вокруг Этого Дерева Тогда Я Отделим Для Них Пусть Эта Территория Им Принадлежит Ее Огородим И Объявим Что Она Принадлежит Глушков И Они Будут Играть Без Платка И Нарушать Не Будут Я Пошел К Батюшке Сказал Ну Ты Все Что Придумаешь Вижу Не Проходит Он Батюшка Думать Начинает Я Пошел К Игорь Барабашук Старости Говор Да Почему Нет Володя Столбы Жерни Мы Сразу Отгородили Столбы На дорогу Выехали Мы Красном Обилие Чтобы Никто Не Ударился Дорога Вокруг Идет Все Идите Качайтесь Сюда Все Кончилось Нарушения Никакого Не Сделали Но Они Уехали Когда Теперь Ясно Делал Что Нужна Отпала Землю Опять Вернули Себе И Все Разгородилась Ну Можно Как Маленько Там Жерновами Поворочат Здесь Лечет Все Маленькая Конкретная Ситуация И Она Была Разрешена Всем Понравилось Подними Руку Чтобы Тебя Видел Никита Подними Глаза Ведущий Простите Пожалуйста Я Может Не Совсем В тему Я Все Это Время Несколько Две Недели Думаю Что Это Может Как Сказать Игорь Здесь Как Услышала Что Молодежь Отделя Там Занятия Отдельно Ведутся Когда Я Пришла Сюда Это 20 лет Назад Нынче 20 лет Вот Будет И Вся Молодежь Молодежь Тогда Много Было И Они Тоже Я Помню Что Занятия Отдельно Проводили Потом Разом Все Отпали Все Ушли Молодежь Помните Да Конечно Не помню Татьяна Сестра Там Настолько Это Было Я Еще Не Понимала Этого Горя Тогда Ну Ушли Ушли Я Еще Только Пришла А Сейчас Вот Так Не Может Случиться Ну Почему Сюда Все Так На Занятия Меня Никто Не Уведомлял Ну Сказали На Какая Причина То Что Без Кладка Да Ты Была На Занятиях Уех Отдельно Как Ну Что Там Проходите Там Как Одеты Приходите Здесь И Занимайтесь То Это Нужна Уже Какая Бесконтроль Наталья Ольга Как Отделились Пошли Где-то Там Ходили Зина Еще Отделились Не Стали Сюда Ходить На Занятия Не Стали Оставаться Все Отпали И Вот У меня Из головы Вот Это Не Я Не Права Простите Пожалуйста Просто Вот Душа Болит Можно Ну Слышишь Говори Вот Я Хочу Сказать По Поводу Занятий Вот Лиза Ходила У нас Ходят Понимаете Поехала Группа Семья В Гурнал Тай Отделилась Она От Церкви Или Нет Отдохнули Поехали На Яровое Поехали Бабушки Дедушки Отделились Они От Церкви Как Как Так К Этому Все Спокойно Относятся Что Когда Допустим Ребенок Идет В школу Он Никуда Нет Кого То Не Отделяется Среди Неверующих Детей Общается Сотовые Телефоны Смартфоны Я Сейчас В больнице Лежу Смотрю Молодежь Вся Смартфонами Почти Никто Не Отделяется Заходит Интернет Никто Не Отделяется Когда Дети Захотели Ну Дети Взрослые Взрослые Дети Под моим Контролем Под контролем Двух Братей Которых Рекомендовали Семинарию Занимаются Священным Писанием Они От кого-то Отделились Они От кого-то Отделились Сейчас Вот Где Дети У нас Сейчас И Детей Никто Ни Из Детей Не Пришел Потому Что Никто Не Отделился Сейчас Никто Не Отделился Понимаете Сейчас Все Хорошо Их Просто Нет Они Ни От кого Не Отделились Сейчас Все Хорошо Сейчас Все Хорошо Сейчас Только Лиза Сейчас Все Хорошо У вас Душа Не Болит А У меня Душа Болит Что Те Дети Которые У нас Через Две Недели Мы Собираемся Они Сейчас Не Пришли У меня У Разговаривали Не Ну Не Вели Никаких Бесед Духовных Бесед Можно 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 Но Опять же У нас Свобода Выбора Понимаете Приглашали Они Пришли Занимаются По священному Писанию Объявлялась У нас Записывали Даже Ну Это Наша Внутренняя Вот Лиза Была Расскажи Лиза Как У нас Проходили Занятия По Феофилакту Болгарскому Дети Читают Разреши пока Ты далеко Идет Ты На вопрос Валентины Павловны Не ответил Были Молодежь Я только Пришла В это Время Молодежи Было Много Они Собирались Отдельно И все Отпали Ты Этот Вопрос Сначала Освечай Причем Тут Наша Ситуация Были Она Сказала Почему Обошел Вопрос Она По Беспокоиться И говорит И ты Прав Но Она Сказала Ей Надо Ответить На Вопрос Я считаю Эта ситуация Абсолютно Разная Это Как Говорит Священное Изображение Или Идолы Начинают Идолы Это Священное Изображение Не надо Отделять Священное От Несвященного Зачем Они Собирались Надо Определиться С чего Началось Они Собирались Что Они Обсуждали Какая Была Повестка Дня Давайте Обсудим У нас Изначально Мы Общались С родителями Ко мне Подходили Взрослые Люди Из Потеряевки Потому что Приезжает Вениамин Много Детей Уже Взрослые Детей Приехало Сюда К нам И Они Некоторые Стесняются Присутствовать На занятиях И прочее Я говорю Мне задали Почему С молодежью Не занимаемся Я говорю А как С ними Заниматься Вот У нас Есть Взрослые Занятия Я говорю Ну давайте Взрослые Кто Приезжает Общие Занятия Общие Занятия Да Общие Давайте Отдельно Соберутся Под контролем Взрослых Знающих Будет Феофилат Болгарский Будет Все Будем Разбирать Катехизис Православный Все И приходят И разбирают И изучают Ну Было Очень мало Занятия Потому что У нас Мало Детей Я хочу Уточняющий Вопрос Задать К тебе Подходили Родители Я не спрашиваю Кто Ты только что Нам сказал Что к тебе Подходили Родители Детей Из Потеряевки Они сказали Тебе О том Что дети Чего-то Здесь стесняются Я хочу Просто прояснить Чего Здесь стесняются Дети Чего Корректно Слова Скажу Я В том числе Общался Не то Что ко мне Подходили Кто я такой Можно еще Или кто Их здесь Стесняет Это все К тому же Вопрос Чего Они стесняются Или кто Их здесь Стесняет Здесь На занятиях Которые Вот проводятся У нас В церкви Еженедельно После Причем Мы здесь С голоду Не умираем Мы попили песни Мы сытно Поели И теперь Занимаемся Словом Божьим Потом у нас Остается полдня Пожалуйста Идите с детьми Гуляйте В парке Куда угодно Все мероприятия Все развлекательные Моменты Вместо парка Ты еще перебиваешь Она не кончила Ты не годишь Никуда Говори Не вместо Я не говорю Что вместо парка В парк тоже Нужно с детьми Ходить Этому тоже Нужно уделять Время Игорь Но Есть моменты Вот У нас занятия Здесь проводятся Полтора часа Это Уже Ну Я говорю По своим детям Пока они были маленькие Я не говорю Про твоих малышей Это маленькие дети Им тяжело Службу Потом Собрание Пока родители Слушают Все это Занятия им сложно Ну вот Вот таких детей Вот даже С первого класса Да даже До первого класса С шестилетнего возраста Можно уже детей Приводить на вот эти занятия Здесь у нас Вполне благоприятная обстановка Я уж не знаю Как сказать Другими словами И вопрос опять же Чего стесняются дети Или кто их здесь стесняет Кто тебе сказал Что дети стесняются Они не стесняются В соцсети Выкладывать фотографии Ты посмотри На странички Чего они стесняются Они там с друзьями Так, так, так И всякое разное И ты говоришь А здесь они стесняются Здесь вот так нельзя Здесь нужно вот так сидеть Притворившись красивой Хорошей Правильной Стесняемся мы Родители Я тебе скажу Чего мы стесняемся Что не приведи Бог Игорь Нет Не приведи Бог А наших детях Сейчас здесь что-то всплывет И вот в камеру сейчас скажут И весь мир увидит Какой мой ребенок А я не знаю Какой мой ребенок Я знаю это Это лучше сейчас Вот наружу это выложить Понимаешь Разобрать Выговорить просто эту рану И прижечь спиртягой Чтобы этого не было А не прятать Вот и не замазывать Мы знаем Какие наши дети Мы видим Что там в соцсетях Они Как они общаются Какой у них сленг Какие фотографии Какие друзья из мира И тем не менее Мы торопимся Скорее-скорее В собрании Да еще на собрании Одно и то же Я все это слышу Да с этими камерами Вы уже Зайдешь в детскую Я снова камера Я уже и это слышу От тех родителей Что вас смущает В этой камере А камера Божья На нас смотрит Скажи Что стесняет наших детей Да отвечай Что стесняет наших детей Кто их здесь стесняет И расследование Кто и что сказал Отвечать я не буду Я не спрашиваю Я спрашиваю Что стесняется Подойди и поговори Поговори С кем Да хоть с кем С детьми поговори С взрослыми поговори Сама Ответь на этот вопрос Сама Проведи исследование Ты сейчас это нам сказал Я не буду объяснять это Я тебе хочу сказать Что плохого Когда дети Собираются Своим коллективом И изучают Библию И читают Слефилак болгарского Ты мне объясни Что плохо в этом Я тебе не сказала Сейчас говорят Подожди Игорь Скажи до конца Только не перебивай Говори Вот Возникл такой вопрос Что Чтобы Как сказать Такое понятие Раскачать Молодых людей Убрать все факторы Которые какие-то там Возникают у них Стеснение Там или не стеснение Убрать все эти факторы И дать им Чистое слово Божие И филак болгарский Катехизис Чтобы Вот в этих условиях Они позанимались Все Хочешь идти на эти занятия Пожалуйста У нас вот Лиза здесь присутствует Маша Все кто хочет Пожалуйста Сюда занимайтесь Но есть дополнительные мероприятия Оно имеет право На существование Когда отдельно От взрослых От дедушек От бабушек От малышей Которые бегают Там что-то Отдельно молодые люди Собрались Позанимались Филактом болгарским Обратите внимание Как у протестантов У баптистов Мы часто с ними общаемся У них есть отдельные Молодежные собрания Есть детские прям Собрания Взрослые У них куча всяких мероприятий А все идет об одном О том Чтобы люди приобщали К священному писанию Там никто не говорит А почему Вот они же на собрания На общее взрослое ходили Там На общее собрание Назовем так Взрослое тебя смущает Почему бы им Зачем отдельно им собираться А они собираются И в конечном итоге Вот в этих Среди В этих молодых Молодежных собраниях Формируется И пресс-фитеры У них формируются И певчие Общаются У них проявляются Интересы И все А потом это все Выливается А почему она стесняется Давай прижгем Сейчас спиртом Да как ты прижгешь Это первое О соцсетях О соцсетях Я говорил уже давно И с каждым почти Переговорил Об этих соцсетях Почему там Ты говоришь Наши дети Да не все дети Ты за всех детей не говори Я не знаю Про кого ты говоришь Не все дети Выставляют И что попало А если это есть То вот этим займись А не то что Когда мы собрались Конкретно Позаниматься Фефилактом болгарским Попив чашку чая И позаниматься Фефилактом болгарским Это какое-то событие Века произошло Это Они сейчас должны Резко отделиться Куда они отделятся Они никуда не отделятся Потому что Они наоборот Пришли к слову божию А здесь Сколько я участвовал Вижу Молодые люди Они всегда сидят Уж ты меня не заподозришь Что я там на занятия Как-то не ходил Я стараюсь активно участвовать Вопрос в том Что я не вижу Как молодые люди Здесь работают Я не вижу Реальной работы Мне не надо Эти философии Вот эти Общие там Лозунги Вот занятия Что тут такого Что тут плохого Все хорошее И это хорошее И там хорошее Без благословения Как без благословения Подошли к батюшке Я объявил на собрании Сказал что молодые люди Отдельно Занимаются Словом Божьим А почему не здесь А почему мы должны Обязательно куда-то Втыкать в это помещение Ну не хотят они здесь быть Я сказал опять же На прошлом собрании Что наступит момент Они сюда перекочуют Ведь эти же занятия Которые вот эти занятия Сейчас уже Классические стали Их тоже не существовало Были в политехии Университет Игнать Тихонович Проповедовал Два раза в неделю Вторник и пятница И вот мы с Игорем Дыбновым Два человека Первое занятие Вот это провели Вот в той комнатке Вдвоем Просто сели за Библию Вот так же Потом эти занятия Пошли кочевать по квартирам А потом уже как-то решили Ну давайте здесь собираться Давайте собираться И теперь один из активистов Даже вот Виктор Андреевич Который ведет собрание Он сам на них почти не ходил И потом с ним Игнать Тихонович поговорил Говорит Брат давай Осядь на этих занятиях И он длительное время Сбел эти занятия Так вот И эти молодежные Как бы собрания Почему еще появилось Это желание Я длительное время Жил в храме Московской Патриархии Общался с молодежью Московской Патриархии И там у них были Молодежные клубы Так называемое Вот такое движение Хорошее оно или плохое Но мне понравилось Приходят Занимаются филактом болгарским Как они выглядят Там я уже не говорю Я там никто был Просто приходил Как участник Единственное Что я сказал Что я барноводец И даже сказал Откуда и как Что учусь в семинарии И меня хорошо приняли И я вот с этим Как бы С этим Как сказать Настроем Приехал сюда И решил И подумал Что предложил Давайте Организуем Что-то такое Молодежное у нас Пожалуйста Организовали Ну нету детей Сегодня Костя говорит Давай соберем Молодежь Я говорю Кого собирать-то Никого нету Все дети Кого мы могли бы Собрать Собираются здесь А я что Отсюда буду отталкивать Нет У меня задача не такая Я закончил Игорь Спокойно так Вот Задала вопрос Валентина Павловна Он остался неотвечен Или ответить Сказать Я не знаю Не думал Когда Но ты думающий человек Ты можешь ответить Была молодежь Собирались Отдельно Никакого контроля Не было Все ушли И куда ушли В мир Это говорит Какая была Неблагополучная Там обстановка И вот ты-то И к молодежи Принадлежал И ты мог бы слышать Это я вообще Ни разу У них там не был Ни разу Я только знаю Что был один человек Который коснулся И там был Он как Ха-ха-ха Вот так Вот ты что-то Крутко раздеваешь И сразу было Он сказал Одному А на счету Всех это было А что Собирается Ну там Расслабиться То есть Слово-то туда переносите Уже открыто Они здесь стесняются Стесняются Чего? А просто уже Я не хочу называть Имена не надо Чего здесь они Стесняются? Теперь я показываю Обстановка Дети маленькие А вы говорите О взрослом Другого Евангелия Не дано То что сейчас Книжки пишут И другое Там у баптиистов На несколько групп Разбивает Ото все человеческое Нигде Господь не говорил Пустите ко мне И он с ними Не сюсюкал Пустили к нему Он говорит Боже Анонейщий духом Христос говорит Другого языка Не было Это все остальное Это от учения Человеческого Басни Слово Христово Данное Духом Святым Оно бы Стесняло Человек И они не понимали Не эта причина То есть Люди эти Имеют другую Причину И ты как более Старший Должен был Четко сказать Вот почему Вам надо быть Отдельно Там можно ущипнуть Тут можно Обнять Тут можно проводить Эту работу Отдельные кружки Делали у отделенных Отделенные баптисты Это не зарегистрировано Там очень строго Но я встречался с ними Не раз и говорил А почему у вас Исповеди нету А зачем же Он перед Богом Исповедуется Я не знаю Повлияли мои слова Или как Но вдруг У баптистов Стали исповедовать Приехали старше И открыли Такое А слух такое Понятно Что среди молодежи бывает Такое И ни один из тех Которые здешние Они не догадывались даже А что Отдельные собрали Теперь смотри Вот Очень умный Такой-то человек Там пишут Но почему Откуда он это знает И говорит Отец поэт Мать художник И у них всегда Собирались люди А он говорит А мы были маленькие И там присутствовали Да он же не понимает Такие возвышенные идеи были Революционеры Никогда Детям отдельно Не позволяли быть Они учили только с ними Теперь 70 лет Детского кружка Ни одного не было Ни в православии Ни в правообрядцев Не у баптистов Но то Которое было При советской власти Нравственность Все говорят Даже сравнивают Нищем-то В мое время Как все желали И вырастали в этих семьях Они вырастали на серьезном Их ничем не сшибешь А сейчас Какие они Просто слизь размазанная Баптисты Жалуются Что только нет Что только нет там Сейчас Сегодня Как они ведут себя Вот какое дело-то А так рассудить Действительно Маленький ребенок Он не понимает Я на другом уровне Я сплю А мне 4 года А мама Печет блины А она здесь И поет там свое Что она знает Псалом Как она могла А я даже не проснусь А во мне Все это сохранилось Старообрядцы Все Учат детей своих Только при взрослых Взрослого опыт И полный контроль А у мусульман Есть Чтобы они отдельно Где-то Отдельно учат Отдельно у ИГИЛ Как подорвать себя Они непрерывно Это учит их Чтобы он мог пойти Сказать Я хочу что-то дать И замкнуть И в это время Все взлетело Подходит Мальчишка Просит хлеба Ну дайте ему Советским было сказано Никого не подпускайте Ну же ребенок Видите какой Замазанный Грязный Они думают Они об нем Обдумали Ну кормят Я сказал Что тебе надо Ну Игорь Ну сядь ты не лезь В это дело Ну ребенок же маленький Дали кусок хлеба Другой раз приходит Он бросает ему Кусок хлеба А он ему Из-за пазухи Бросил гранату И граната падает Прямо в люк машины В люк танка Естественно Что такое Взорвали снаряды Никого ничего нет Все погибли А он ребенок 6-летний Где Ну где В Афганистане Душману научили Нарушили правильно Нарушили Получили Получили По полной программе Он так и ни с кого не взыщешь Так и здесь Если ты не отвечаешь На эти вопросы Уклоняешься За этим тоже что-то есть Она спрашивает И здесь стесняет Ты бы сразу сказал Так вопрос задан Я отвечаю Если на вопросы не отвечаешь Значит за тобой что-то числится Любой скажет Вот вчера к нам пришла Ты Последний ролик Посмотри Написано в США И я с ней беседую Это человек Который свел меня С Александром Менем Она уехала сейчас в США Как она у меня вышла Как она меня нашла Что она сейчас говорит Когда она смотрела Зайди обязательно и посмотри Женщина сидит в платке Она была без платка Платок Какую должность Занимают дети Занимают дети Там в Америке И она за самые Недостижимые берется Найти из самых лучших переводчиков Перевести мои вопросы И ответы Вот как И где дети воспитываются При них При них Здесь же Вот они сидят И не думают Он рисует И ничего не касается Мы отдельно Для детей Ничего нет В лагере у нас Считают Боженов и филактов На этом уровне Понимают Все понимают Это та самая Та наука Которая все понимает В любом возрасте А что нарисовать Сейчас они Мультики рисуют Там Христос Страшно смотреть Такие глаза Это что нормально Вот ты сам Вон они лежат Баптистские книжки Ты посмотри Это для детей Ребенку надо признать Сначала Христа С такими вот фарами И Ну что ты Смерть это Он должен видеть Самые лучшие Картины Гюставо Дорре И когда он вырастет Он скажет Еще в детстве Помню эту книгу А в детстве Что было А потом другая Его никакой связи С этим не будет И книжек этих не будет А учили меня Дед Мороз Там что-то Это к примеру Сказок Никаких этих сказок Нет И ты Главное Что ты говоришь С добрым намерением Но ее нельзя исключать Я повторяю За 72 года Советской власти Ни у кого Не было детских Отдельных Ни у мусульман Ни у буддистов Ни у баптистов Ни у православных Ни у кого Это были самые крепкие люди Почему Все под присмотром Никакой шалости не было А здесь вроде Они будут здесь Младежь будет знакомиться Ну расслабиться Ну давай там Я тебя буду по именам Называть кто придет Из деревни Из Потерявки приехали Ну и что Ну вот она сидит А где рептина-то наша Плохо Ушла? Нет Она лежит плохо ей Где? Прилегла она Прилегла Теперь он берет Берет по порядку Из каждой семьи Ребятишек И все до одного В этот день Уже пришли Выпивши А дети там еще такие И все накурились В один день Молодежное собрание Строил Из семьи баптистской Верующей такой-то А почему? А что умеют А мой научил А дальше пошло Из него такое Что не отец Мать лежит Он с припадками И поэтому Ты не такой Ясно так Ну просто ты тоже Ушли У тебя благие мысли Зачем ходить? Вот сюда собирайтесь Это будет лучше Галя хочет Я хочу Игорь Тебя спросить Я вот точно не знаю Уточни пожалуйста Ты ведь совсем юный Пришел в общину Тебе 16 было? 18 Подождите Ну я в общину Пришел на Нет Членом стала церкви Ну не членом церкви На занятия стал ходить Сколько тебе было лет тогда? Это было 16 16 Лиза тебе сколько сейчас? 16 лет мне было Я первый раз 17 лет Для тебя отдельные Молодежные собрания были? Или ты сидел Вот со всеми взрослыми И слушал вот занятия Которые проводил В университете Игнатий Тихонович Или отдельные Мы собирались И отдельно Мы отдельно Тоже собирались Занимались Словом Божиим И вообще Сейчас какие-то занятия Каких-то собраниях Говорят Я участвую Повелся А я не могу вспомнить А о чем вообще Речь идет О каких Когда молодежь Собиралась Где Я знаю Мы к католикам ходили Валентина Павловна Мы к католикам ходили Вот вместе Там еще Нет Я только пришла Тогда Про какие собрания Молодежные Я вообще-то сейчас Не помню Саша Дмуха Вел занятия у них Я не помню Да Ну вся молодежь Это была весна 96-го года Я Я подниму Я еще не был Членом церкви Еще не Не крестился И Поднимался вопрос Начали Сестры Куда-то ходить Там Наташа Там Ну и там другие Я Гладких Я подошел И она Она появилась Я подошел Говорю Наташ Что-то вас не было Говорю Прям как вот Молодежи нету Как плохо-то нам Здесь скучно Без вас Она говорит А ты кто такой Чтобы тут следить За нами И так далее Ты что тут К нам пристаешь И так далее Ну и Сильно меня Раскритиковали Они там Сказали что я Невоздерж Нездержанный И так далее А мне во-первых Уже было 31 год А ей 18 Или 17 Как Вот сейчас бы Лиза Читала меня По полной программе Ну не меня Допустим Сергея Павловича Да И вот там не она одна Они Пошли как Надь Тихоновичу Пожаловались Вот он нас хочет убить Он таким грубым голосом На нас говорит А я уж нежнее нету Подошел Чисто узнать В чем дело Может быть Провожать их надо Или что Как раз еще Марины не было Ну и потом Подходит ее мама По-моему Это Тоня Тихо Ко мне И говорит Ну что ты там Все Как после занятий Как-то это было В апреле Или в мае Нет Последние занятия Ну что ты там Все за всех Беспокоишься Такой беспокойный У нас Вон погляди Молодежь А я смотрю Там Помните Мы выходили Когда из политеха Мы останавливались Около светофора Всегда Поджидали всех И там прощались И расходились И часто там Оставались Беседовали Молодежь И я смотрю Там молодежь стоит Там тортики У них там Все-все такое И она Вон видишь Молодежь Собирается отдельно И все нормально У них Видишь какие они Веселые Там жизнерадостные И все у них хорошо А ты все беспокоишься Мол Че тебе вот Че надо И это была Группа молодежи Которую я последний раз видел Все И после этого На следующий день Началось Откуда-то взялось Это что Нужно молодежную общину Организовывать Да тут старперы Надоели уже И все разлетелось Че ты не помнишь Ты маленький просто еще Ты мал был Вот такой Ты мне такие вопросы Задавал Что сейчас я не буду Про них говорить Поэтому откуда ты мог Че понимать В 16-17 лет Ты ходил и ходил Тебя даже мимо это обошло Когда тебе начали Вопросы задавать О поиске О бороде Ты вот такие Талмуды писал А в этот момент Все уже разрушилось Потому что они-то были Вот такие вот уже По 30 лет По 30 Как вот Никита А ты кого-то 19 лет Ну пусть здесь без разницы Давайте здесь их проводить Но это пускай будет контингент Возрастной Пусть здесь эти занятия будут Мне Меня это никак не это Пускай здесь Но это должна быть Конкретная возрастная группа Вот я за что говорю Почему это надо? Да всегда что-то менялось в общине Не было у нас вот этих надписей Кто-то высказал Надо Появились Не было там сайтов Там выступили Надо Появилось То есть все что-то обновляется Я хочу попросить сразу Всех прощения Что я как-то знаете Так напряженно Всем начал отвечать Действительно Когда что-то появляется И когда мы беспокоимся Об общине Это первая реакция А что происходит вообще? Что это такое? За молодежные какие-то Кто это такие? Что? Я хочу у всех попросить прощения Что ввел в искушение Да Хочу попросить Это хорошая нормальная реакция Братьев и членов церкви Это хорошая реакция Чтобы так отреагировали Подожди Я не закончил Во-вторых Нельзя говорить о том Что общину молодежную Игорь У тебя есть такое Ты слова как-то меняешь И знаешь Как-то Я сам даже испугался Ты сказал Я думал Общину создаю Да никакая не община Это занятия Занятия Для конкретного контингента Причем Все кто Ходил на изучение Фифилакта болгарского И катехизиса Они здесь Вот Лиза Да спросите Просто понимаете Вот там они сидят Они все читают Читают Слово Божие Все читают Фифилакта Все начинают Говорить Я задаю конкретный вопрос Я составляю вопросы К ним И они отвечают Здесь я столько хожу Ни один Ни Лиза Не говорит Ни Маша Никто 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 Не отвечает На эти вопросы Почему Потому что Здесь немножко Другой уровень Может быть Это будет Даже не интересно Здесь интересно Послушать Игнатия Тихоновича Здесь интересно Послушать тебя Там Братьев и сестер Которые реально Серьезные Какие-то вопросы Поднимают Потому что Люди со стороны Смотрят Наш канал И я Вот И реально Интересуются Вот вы сегодня Такую-то тему Подняли Это хорошо Вы разобрали Сегодня такой-то вопрос Это очень интересно Ну и представьте Начнут дети Что-то там Через пень По-флотски Рассуждать Если это дети Это нормально Давайте для них Создадим отдельное Место и время Здесь место Пусть будет время другое Подожди Володя Слово Божьем Так сказано Без предприятия Вернее Без совета Предприятие разрушится Всякое Всякое Да И я вспомнил Был такое община Тоже Крестовая Звижинская Неплюев Николай Николаевич У него И у них в общине Тоже ввели одно Захотели люди Отдельно молиться То есть Сами там где-то Отдельно молиться Стали молиться Благое дело Там одна женщина Очень ревностная была И когда он узнал Вынесли на общее собрание Он говорит Почему об этом Ничего не сказали То есть Дело-то благое Лишний раз вставать на молитву Как вот и начали Призывать Семь раз в день вставать Но почему Это не вынесли общее То есть Надо было спередать Создать совет Ты говоришь Вот мы начали проводить занятия А раз это дети разные С разных семей Надо было вынести Совет Попросить Что можно В детстве Проводить такие вот занятия Вот я вот хочу Мне Господь Ты считаешь Что это от Бога У тебя данная Эта мысль Ты должен его вынести Спросить совета У старших Посоветовались С батюшкой сразу же Подошел Не только с батюшкой Надо же и сигнать Что бы с другими Так что бы другие Тоже Кто конкретно сказал что надо Кто конкретно сказал что надо Я советовался с теми С конфетентными людьми С батюшкой Пообщались Все Делайте Попробуйте Посмотрим И теперь Когда у нас Пошел процесс Я увидел плоды И плоды хорошие Подожди Я это объявил Открыто объявил Что вот такой процесс Идет Помолитесь Все И теперь Ну а то что Возникнет реакция такая Я ожидал Игнать Тихонович говорит Я рассуждать Немножечко умею Да я знал Что возникнет такая реакция Что может такое появиться Тогда мы Сайт пытались Ну начинался Тогда тоже много было Диспутов Надо не надо Сейчас уже все это Оказалось что надо Вот Так и здесь Давайте здесь Пускай дети собираются Я их называю детьми Меня постоянно Юля говорит Почему ты их детьми называешь Для меня они дети Хоть они взрослые Но они дети Я говорю Вы телом выросли А умом еще дети Я хочу чтобы они здесь Собирались Игорь Ты меня на ты называл Хотя ты меня младший Вот такой Щенок Короче говоря А тут теперь уже 17-летние Для тебя уже дети Ты немножко такой 31 год был у тебя А ты 39 Значит Подожди Игорь Не перебивайте Говори Я мысль-то не досказал Ну ладно Володя не досказал Я потому что Подвожу еще Например Татьяна Новика Пригласила проводить Занятия у нее Вот И она попросила Нас проводить Мы посоветовали С Игнатьевом Он это делал Говорит Ладно Давайте проводить Потому что больше Негде Кроме воскресного дня То есть Дело-то было У тебя самое главное Было со всеми Посоветоваться Я вот о чем говорю Всех оповещить Самой совета не было Определенно Вот я просил Батюшка это понятно С батюшкой хорошо Но Игнатьев Игнать тоже всегда Добрый совет даст Батюшка он только сказал Благословил и все Я бы стал Устроил допрос А что это А почему А как Вот кто тогда руководил Тут активный был Игорь Муравлев Ты его хорошо знаешь Где он Тебе сказать где он Да Сказать Полностью все потеряно Ничего нет Он в Владивостоке Он теперь там оттуда Перегоняет все товары Сюда Издалека Он открыл такой бизнес Там речь идет О 8-10 значных цифрах И что Дети Ну кто там Глеб у него был А в Америке Что-то закончил Это мне передают Кто с ним разговаривал Последний раз Полностью невежащие дети выросли Результат вышел И поэтому Идти на прошлое Это уже не на грабли наступать А это уже Бараной себя По лбу заехать Совета не было Ну и все А какой совет Батюшка мы думаем так Батюшка никогда Занятия не вел И опыт в этом отношении У него Поменьше Чем Ну кто вел занятия И хорошо Что к нему подошел Но Надо было здесь Я впервые услышал Об этих занятиях Так чтобы Что именно занятия Вот Сестра Галина сказала Я говорю И что там делается И как Только она сказала У меня сердце Сразу забеспокоилось Только сказала Я ничего не узнал Я на другом уровне Это все узнаю Она говорит А я уже начал Скучаться туда А как сделать Делайте как Знаете Но дело в том Что у нас Детьми занимаются А которые уже 13 лет Они считают Я уже выросла Ну выросла туда Оставайся здесь Она не будет оставаться здесь Ей что-то другое надо Она стесняется Чего стесняются Это и понятно А там не стесняются Вот в лагерь у нас нельзя делать Вот приехал Ты можешь Митя Калинин Был такой высокий Пацан был Его мать ходила сюда Мы отказали Потому что она Курила У кого она У политотика Наташа ее Повиснут Во время фильма И висят Руки Так скрещены И ему на плечо С одной А та с другой Они еще не понимают Что они не мусульманки Что обоих он не возьмет А ему ни одной Пока не надо Он возрастом-то маленький А ростом Под метр 70-80 Вот такое дело Так что надо смотреть Если она взрослая Пусть остается Но она не остается Ей что-то другое надо Ее уже не удержать Есть родители Вот потеряет Вот она приходит Иногда дети приходят Даже более маленького возраста Идут и ведут с собой Даже Назарю принесут Даже Варлам приходят А здесь на занятия нельзя А почему потерять И можно здесь нельзя Почему Эти вопросы ты должен Уже отвечать Там больше присмотров Там рядом А тут не знаешь Там они в интернет не выходят Выходит только Юнчика Там день-ночь они бродят И поэтому памяти ничего нет Рождественское послание Это какое-то стихотворение Она стоит три раза Заглядывает в него И посмотрение Может быть неверующе Марина там Вообще она там Павленко Это считает там Бородиной и все Она огромная поэма Считает наизусть Почему? Оказывается рядом бабушка сидит Это я говорит И учила А как жести делать Это я и учила Ребенка-то как раз Но она удивила взрослых всех Заниматься надо У нас занимаются Что мы сейчас Это ты не думаешь, что мимо Мы говорим о детях А ему это непонятно И должны говорить так Деточки или как заменить Нет, конечно Она понимает больше Максим Горький говорил В 11 лет Они говорят Все до одной уже думают Только о том Как замуж выскочить Так это в то время Ты не забываешь Что 1881 год Достоевский писал Дети Десятилетние И уже развратные Десятилетние И уже развратные Два раза повторил Так это время-то Какое было? Сейчас спрашивают Самое лучшее Самых крепких верующих Все уничтожено было Сейчас спрашивают У меня опыт есть Я преподавал Говорил А как тут лучше? Не знаю Считаю Как я сказал Отдельно у нас занимаются С детьми Которые маленькие Пусть он останется Они язык доступный Жития проходят И вот здесь остаются Ну пусть что-то даже рисуют Хотя бы краем уха Она слышит Но ей уже не это надо Она уже как ослица Раскаленный воздух Глотает на вершине холма Я тоже хочу что-то сказать Я поддерживаю Что проблема-то Гораздо глубже Проблема Я люблю слово Вот этот вопрос С молодежью Гораздо глубже Это хорошо Если Игорь Еще их На какое-то время удержит Они уже ушедшие Дело не в том Где они будут собираться Если им тут не надо Они оттуда уйдут Где этот веник Терентий ночует С неверующими В воскресенье В храм не ходит У него друзья Не верующие То они нету То одного То другого Нет Им уже не надо Они не остаются Даже на собрании О чем мы говорим Вот где проблема-то уже Я про своих детей Хочу сказать Я вижу С возрастом У них другие интересы Только они в школу Попали В мирской коллектив Да если еще не верующий Один из родителей Все Телевизор Компьютер Это все засасывает Это хорошо Если он увлечет На какое-то их время И они заинтересуются И потом Может сюда придут Дело в избраничестве Они не избранные Они пустые Вы что не видите Им отстоять Им не интересно Они в коридор И свалили Побыстрее Вот в чем вопрос-то Вот этот вот стоит Нам глубже надо А не на Игоря нападать Давайте возьмемся За эту молодежь Как-то молиться Что-то Как-то я не знаю Что-то делать Потому что это Очень серьезный Вопрос серьезный Дети погибают у нас Они уходят в мир Они блудят действительно Это жалоба всех людей в мире Абсолютно всех И католиков И сектантов Конечно были бы харизматы Божественный смех Ха-ха-ха-ха-ха-ха И дальше на колени падает Можно всех задержать Почему? Да бесовщина Сатана их никуда не потянет больше У них много людей Много Но это куда не много-то Ни один не знает Пути к церкви Они Христа не знают Здесь все серьезно Она слышит Я хочу сказать еще Игорь сам тут упомянул об этом Не хотелось вспоминать Но вспомню И ты сказал Вот там в Горный Алтай Едем туда едем Так вот ты мне брат Вот это вот скажи Вот это вот мы о лжи сейчас говорим Вот эта ложь Она кому нужна Скажи мне Какая ложь Сколько людей ко мне обратилось Когда наши братья-сестры едут На плижи куда-то На какие-то соленые озера Острова там На какие-то там эти Атоллы Куда они едут Что ко мне кто-то обращается И говорит Вот так встает Братья Сегодня мы с женой Решили лететь в Турцию Отдохнуть Потому что мы от всего Тут уже устали Мы полетели Завтра у нас самолет Все Молите за нас Ну кто сказал А они были там уже Или там дальше Мы едем в Горный Алтай И мы едем каждый год По два раза И нас никто не остановит Потому что у нас Супер машина Она специально проходимая Для этого взята И мы все время ездим И дети это все знают Они вместе с ними едут И никто не говорит Молитесь тут А ты нам рассказываешь Какие-то сказки и опусы Да тут ложь на лжи Среди своих самих верующих На пляжах кто у нас купается Подожди не надо На пляжах кто купается А потом говорят И пиво кто пьет Потом об этом только тут А ты что пиво не пьешь Я что вам Белая ворона какая-то что ли Вы что Конечно не пью А что кто должен пить Ну ты уж совсем А что у тебя И на пляжах не бываешь что ли Вы что совсем что ли Уже оборзели Как называется Верующие Ты про кого говоришь Да про нашу общину Я тебе говорю Когда в горные Авда едут И никто Никто не говорит молиться Это ты едешь туда В Белокуриху И то не говоришь мне Я еду помолись Ты мне это не говоришь Никогда причем Это я тебе все время звоню Последнее время иногда А я говорю про тех людей Которые семьями туда едут Отдыхают Семьями на шашлыке Эти самые С белоками и так далее Наши верующие Врешь что-то врешь Это врешь тебе еще В глотку влезет Так подожди Тихо Я хочу сказать что Лена Сказала что мы нападаем на Игоря Ни в коем случае Я когда услышала Про молодежное собрание Как бы у меня Такая мысль появилась Ну понимаете Вот смотрите Кого детей нету Вы видите Кого нету Ну там они хотя бы есть Часто их Вот он прав Часто их Не здесь Не там нету Он их хотя бы там собрал По феофилакту болгарскому С ними проводил Ну просто Вспомни Слово Божие Вот Игнатих уже сказал Я повторюсь Христос сказал Пустите детей Видимо они там что-то шумели Стали их там огораживать А он сказал Пустите детей Приходить ко мне Он не сказал Одному из 12 Так ты устрой Вот здесь вот с детьми А я вот здесь со взрослыми То есть Он сам сказал Повеление прямое Пустите детей Приходить ко мне И все здесь Мамы, папы, деды, бабы Все были здесь Не было Не было вот такого Знаешь Вот отдельно Вот там вот на полянке Вот там Я тут на горе А вы там внизу Чтоб мы вас там не слышали Чтоб вы там Не стесняли всех взрослых Своим шумом Или еще чем-то Понимаешь Вот такое вот Никита А так намерение Как бы оно хорошее Я еще Стехом Болите Я хочу Игорю Большое, великое Ну Поблагодарить Когда мы Помнишь Игорь Мы собирались У Нагаевых Еще я только Тоже пришла Тоже так же Негде было Вот так встречаться Только на занятиях И мы Собирались Занятия Как бы проводили Читали У Нагаевых Ты туда приходил А потом ты Нас пожилых людей Ну взрослых Вечером поздно идем По домам провожал Спаси Христос И мы с тобой идем Разговариваем И ты говоришь мне Вот знаете Вот эти вот Собрания Собираемся По квартирам Вот так и секты Создаются Что Неизвестно Где кому Чего научат Ты мне говорил Я тебе Очень благодарна За это Я После этого Задумалась И думаю Ходить Я до сих пор Не люблю Ходить Куда-то По гостям Или куда-то Я сначала подумаю А стоит ли ходить Стоит ли туда идти Потому что твои слова Вот это Не сразу Еще не верующему человеку Врезались в голову Да А потом я читаю Познаю Действительно Какой-то лидер Находится Собирает Вокруг себя Людей Создается Секта Я тебе Благодарить хочу Я запомнила На всю жизнь Я о чем хочу Галя меня тронула Сейчас вот Глаза открыла Что Христос Вот детей не отделял Да я хочу сказать Откуда это начинается Я вношу предложение Запретить Во время собрания Детям старше Там 7 лет Находиться В этой детской комнате Вот такие Убы здоровые 14, 15, 17 лет Они там толкутся Гогатят Интернет смотрят Что попало Собирают А им общаться надо Им больше негде Вот как они говорят А сколько раз Говорю Это у вас что Не семья что ли Община Я говорю Вам с детства Уже не интересно Ничего не надо Вы все на улицу пойдете Все Все туда пойдете Запретить Вот это вот там Голготню вот эту Вывести всех Я как-то один раз Вопрос поднимала Они тут сидели Месяца два Ваня И нафа Сидели с мамой С папой Там все Потом раз Раз шебуток И туда обратно Все затихло Это дело И никому ничего не надо Никого не волнует Давайте установим Правила напишем Переоделись А быстренько Выскочили оттуда И все Покушали там Зачем там сидеть Вы что знаете Еще что такое Пришла Зина Грудью кормит Мальчик напротив Рисует А можно Ты только не смотри Тетя Зина Там тетей будет Ребенка кормить Вот это нормально Что ли Здоровый пацан Уже В школу ходит Но это не хорошо Надо понимать Что это для малышей Комната Там Три квадрата Этих несчастных Тридцать человек Набьются Скворечники Это я Ты играл в слово Ну вот И мне И Гали И Квене Видите Лена Во-первых Об этом я и говорил Что у нас возрастная категория Детская Слишком такая Отминут Ну слишком разная Такая по возрасту Дети считаются у нас И в 15 лет И дети же считаются В 5 лет Понимаешь И все это детское Вот поэтому И надо отделять Детей Которые там До какого-то возраста От подростков Вот ты сейчас сказала Подростки или дети Давайте запретим И если речь идет о подростках Это одна ситуация А если речь идет о Вот 6-7 Там даже 8-9 летних Это другая ситуация Понимаешь И мне интересно здесь сидеть Они там помолили Все слава богу Еще суда мы их на час Я не согласен Во-первых Я буду сразу против голосовать А если подростки Ну подросток Он сам уже принимает решение Интересно ему не интересно Далее Они сидят в интернете Че попало смотрят Какое его решение Ты говоришь Че попало Что че попало А где папа Где мама Че они че попало смотрят Ты почему наговариваешь На детей А че че попало Я заходил Смотрел Они читают Какой-то рассказ Там вот там Гуд загуляю Читает Что-то ливит Какой-то рассказ читает Текст у нее А ты говоришь Че попало Не надо клеветать Написано Не говорите лжи Теперь По поводу Гали Галя вот часто говорит Ты много раз Пустите детей приходить ко мне Пустите детей приходить ко мне Не препятствуйте Пустите детей приходить ко мне Не препятствуйте Я отвечаю на эту фразу сейчас Ко мне К кому ко мне К Иисусу Христу Не к тебе Не к тебе Не к Игнатию Тихоновичу Не к батюшке А ко Христу Пустите детей приходить ко мне А где Христос Где Христос Давайте Где Христос Сейчас фактически Мы можем его слово увидеть В Слове Божьем Или в причастии В причастии Они приходят И причащаются у нас дети Их никто не запрещает это делать А к Слову Божию Доступ они имеют везде Не только в этих стенах Но в любом месте Пустите детей приходить ко мне Так они и приходят К Слову Божию Они читают Евангелие от Марка Читают все параллельные места Они просто сидят Как головешки Вот так смотрят Они прочитывают Своими ротиками Каждое слово И читают И параллельные места И прочитывают Филакта Болгарского И я прошу их пересказать Они приходят ко Христу Пустите детей приходить ко мне Так я их и пускаю Приходите ко Христу Это моя ситуация Вот если говорить В моем случае Теперь по поводу Валентины Павловны. Так образуются секты. Я не помню этот событий. В моей жизни очень много было событий, связанных с общением с людьми. Я в жизни общался с тысячей людьми, наверное. У меня были тысячи контактов. Потому что я новый человек был, а только пришла, я мало знала. Это мне врез не пришло. Я помню, помню. Я некоторые моменты забываю, потому что у меня реально были тысячи контактов. Тысячи. Потому что я ходил по квартирам. Это вот мы с Игорем ходили, без Игоря. Сотни людей. Каждому что-то говоришь. Я даже забываю. Пришла Валентина Александра Ивановна Чернявская. Говорит, Игорь, ты мне дал визитку, я пришла в общину. Хоть меня распните, я не помню, что бы я давал. У меня мелькает в глазах. Я давал их сотни визиток. Поэтому в каком случае я сказал, что так образуются секты. Я даже не помню, что за ситуация была. Что, почему вы там собирались. Может быть, я что-то там недоволен был. Я вообще сказал образно. Не надо все кисель на шубу натягивать. Я хочу сказать, что дело все в следующем. Мы здесь вот с детьми занимаются. Мы община, я имею ввиду. Вот как себя люди взрослые ведут. Как общаются с детьми. Кумовья там, кумовство и все и так далее. Оно к тому ведет, чтобы вот этот самый возрастной ценз, он снялся с детей, пока они не войдут во зрелый возраст, как у католиков называется, конформация. То есть это 13 лет приблизительно. 12-13 у них точно нету. Но с 12 точно, бывает в 11. Ну не раньше уже. Все. Вот у Геомандия Фаста все началось с 12 лет. Почти 13 было. И он целый год там, полтора мучился, переживал, пока не родился свыше. И он все это запомнил, слава тебе Господи, и передал. Я читаю все это, думаю, как он мог запомнить только от Бога. Это все переживания. Какие переживания внутренние? И всегда слово Божье. Ему интересно. Он уже слушает братьев, рассказывает все. У нас я просто не вижу. Вот я могу только указать на Галю. Думал, что же такое тебе сказать? Вот Галя это родитель, которая просто как-то разговаривает с детишками. Я не знаю, может быть им еще помогают занятия. Но они вот сидят здесь, и никто из них не убегает. Как собачонки маленькие разбежались. Других родителей я не вижу. Надо... Ты вот... Вот мы там, которых нас выбрали там, избрали с нимбами в семинарию. Это, понятно, Костя Буха. Тебя тоже избрали. Подожди. Ну да, конечно. Я еще там не был. Костя Буха. То я мало даже пережил. Костя Буха. Костя Буха. Где его дети здесь? Костя Буха избранный. Почему нету ни одного человека у него здесь? Почему они тут не сидят? Почему все время... Девчонки там, они такие любознательные. Ну, хоть бы постарше, которые оставили. Ладно там Ксюха, она уже... Все, ушла уже. Арктистка будет или кто, не знает. Ну, других-то, других почему не оставить-то детей? Почему тут не показать, хоть посидеть 15 минут, что есть у нас занятия какие-то взрослые, о чем тут... О чем тут мечи ломаются и копья? Зачем, понимаешь, ты вот в это дело вошел, как-то так интересно, вообще, с Костей тоже Бухой. Ну, непонятно. Брат, я вот, допустим, когда ты вот выступаешь здесь и говоришь о том, что в Московской Патриархии там какие-то у них подвижки начались, я сразу вспоминаю Курочкина нашего, епископа, который это сказал, и рухнула церковь. Брат, церковь рухнула и разделилась на 13, прекрасная моя зарубежная российская церковь. И это все потому, что он взял, выступил и сказал, а вы знаете, у нас в России пошло необыкновенно духовное движение. Да оно не только не пошло обыкновенно духовное, оно сейчас выродозлилось напрочь. И он это, я понимаю, наверное, понимает. И Господь так сделал, что совесть его остановилась на том, что он в будущем, в силах еще ушел из епископов. Ты понимаешь? И ты вот тут стоишь и рассказываешь, и все время защищаешь эту Московскую Патриархию. Меня вот это вообще добивает. И ты молодежи сидишь там и это рассказываешь, что ли? Меня хоть час зарежь, понимаешь? Я не хочу, чтобы ты это рассказывал. Давай придут дети сюда и послушаем. Давайте здесь проведем занятия для молодежи. Чтобы не было, ну просто для молодежи, проведем занятия. Пусть будешь ты, сиди, смотри, как проведутся занятия. Буду проведить занятия я или Константин, или ты. Но ты проведи по этой методике, которую я предложил. А было следующим образом. Прочитывание параллельных мест. Каждый читает. Не просто сидеть, рассказывать. Задали один вопрос, мы ушли в Московскую Патриархию. Или обличаем там политику, начали, как это было у нас. Сейчас как-то выровнялось. Посмотришь, как ведутся занятия. И все. Вот это я хочу услышать. Потому что у нас каждое воскресенье идут занятия с детьми вот с такого возраста. А он сидит, Дылда, ему 15 лет. Ему уже неинтересно говорить. Вот на эти темы, которые интересны ему еще, допустим, Тарасу. Вот у нас... Сейчас пока не надо. Подожди. Игорь, все сказал? Один вопрос только ответь. Дальше Игорь Пусть говорит. С какого возраста в твоем воображении уже на тросты можно пускать? Я думаю, с 12 лет, в принципе. Правильно. В это время уже замуж выдают мусульман. 12 лет. В 13 лет конфирмация. 13 лет обрезания мусульман. 12-13. Это уже полностью взрослый. Но еще есть возраст, который на грани. Это тут ему не крыжи, так сказать. Не скакать на коне. Он многое понимает. И поэтому в детский возраст самое больше до 8. А остальное уже в взрослые группы идет. Он серьезно. Взять им. Детям можно картины больше показывать. У нас хорошие преподаватели есть. Больше не надо. Это мы не по теме идем. Пусть Гарри скажет, а я там закончу. Хорошо. Дальше пойдем. Я хочу просто немножко вернуться в историю нашей общины. Когда мы вели занятия в университете. Просто сейчас я услышала твои слова. Вот здесь они сидят как головешки. А там они читают параллельные места. Аминь. Аминь. Я к чему все это вспомнила? К тому, что вот когда у нас были занятия в университете. Мы все сидели, по твоим словам, как головешки. Вел занятия Игнатий Тихонович. Мы могли только записочку протянуть соседу. И он туда дальше вперед, Игнатий Тихонович. Мы были как головешки. А вот такой закон. Привет. Мне хорошо. Мы сколько знаний получили на тех занятиях. Ты лично, Игорь, я лично. Сколько знаний получили. Сидя как головешки и просто внимая. Просто впитывая как губки. Мы не читали параллельные места. У нас у каждого была своя Библия. У кого просто-просто Евангелие. Мы читали вот по тексту. Толкования у нас не было. Толкования Игнатий Тихонович читал. И дальше комментировал. Мы сидели все как головешки. Зачем вот такая аналогия? Просто поясни, пожалуйста. Вот такая аналогия для чего? Вот как головешки. То есть те, кто здесь сидят, мы здесь головешки. Один... Ты, я помню, однажды сказал цирк одного клоула. Как ты там сказал? Это Деть Кольна. Театр одного актера. Это Николай Стивил Польгуев. Я, по-моему, от Игоря это тоже слышала однажды. Театр одного... Ну, не важно. Я помню, что я услышала это от Игоря. Театр одного актера. Это не театр. В школе один учитель говорит. Все сидят, как головешки и слушают. И только тогда, когда учитель дает ему право, он поднимает руку и встает что-то отвечать. Но все остальное время он внимает. Я считаю, ты в этом вопросе кардинально неправ, называя слушающих головешками. Игорь, сейчас я поясню на это. Смотри. У нас профессор, если понятно, сколько часов, я спрашиваю. Ну, самое большее бывает, там, 58. Я, к примеру, говорю. Я говорю, а вот сейчас приняли американские. Это что-то невиданное, говорит. Он 158 часов. Так это три отклада ему, да больше добавляют. А как? А вот как, говорит. Он открывает дверь, вот так. Он ни разу с студентами не поздоровался. Он не поздоровался. Он заходит вот так вот и сразу начинает. И так молекулярная химия началась с того, что потому что этого человека так было, потому что... И последние слова говорит, дверь открыл, соседняя аудитория уже зашел. У них не делают так, чтобы обохнилась, ну, ремонтировал кто-то. У них пока операцию делают, самое простое, минимум три кабинета. В одном самое начинающее. А что? Разрезать живот. А профессора нет, его не касается. Это точно во время. А вот сшить нервы, то другое, это высочайшего класса невропатолога должен быть, хирург. Теперь в другом перетаскивают сразу же на каталку в другое. Там уже ждет. Тот только вытаскивают, он начинает с ним работать. Это другой уровень. И третий, самый сложный, самый дорогой, его перекатывают в третью. И он одного за другим. У нас самую сложную работу будет делать тот, которому в ум даже не придет ее делать правильно. А который мог бы делать, ему подсовывает такое. Ну, самое простенькое. Итак, вот сказали, что учитель один. Я только в одном университете вел занятие 17 лет. И поднимает руку, я отвечаю. У нас только в писанном виде. Благодаря этим запискам вот эти книги появились. Я никому не отвечаю. В одном направлении. Почему? Люди пришли за знаниями. А не то, что знают, а тот будет бурой, Таня Маня, как у сектантов. У нас такое богатство, что нам нужно только дать и успевать записывать. И кто это понял, эти люди, вот они здесь сидят. Я не потратил ни одной минуты. Я считаю только сущие. Сущие считает он. Это библейское. А я тоже начинаю толкование с разъяснения. Мы с ним двое на капитале были. Двое. Снимки остались такие. И мы выдавали такое, столько, что это в другом месте бы три года надо было. И ты сам знаешь, какой огромный материал давали по всем позициям. Это полностью весь новый завет. Песня песней. И противосектантская. И ответ на все вопросы. У нас минуты одной не пропадало. Никакие головешки. И что это такое? А что он у ребёнка скажет? А вот параллельные места не считают. А их считает другой. Пусть он записывает, сидит ко студенту. А он проверяет пропеста. Зачем проверять? Будет экзамен, сессия. А он не сдаст. До свидания, отчислили. Всё кончилось. У нас не умеют, не умеют. А учитель никуда не денется. Всё равно меня переведёт. Вот и всё. Так что, слово твоё, конечно, сказанное необдуманно. Это не головёшки. В церкви, когда говорят, тысячи лет проповедует один человек, священник, если где-то, если епископ, то остальные все молчат. Чё, головёшки одни стоят? Головёшки тогда, когда они болтают, чёрные головёшки. Это серафимовы слова. Во время службы. Бога-то ты знаешь. Я одно сделал замечание. С задом сидит в храме, в Киеве, с отельском. И молиться нельзя. Монахиня. Она меня тут же обрезала. Вот это головёшка. Так, давайте теперь по теме. А всё? Вопрос затронули. Всё, полтора часа уже. Уже всё. Мы только начали. А мы только начали. Это наша стихия. Аминь. Хорошо, что Игорь, что Игорь, что Игорь вылезает. Молодец. Заходите и надо занять. Я ещё вылезу, подожди. Давай, давай, брат. Давай. У нас язык, говорится, готов. Ко мне, дай самых маленьких. Так, иди, подходи к Игорь, Тихонович. Так, иди молиться с дедушкой. Ты слева, стандарь, мальчик справа. Вот как у лагеря. Всё? Достойно есть якова истину. Блажите Тя, Богородицу, Пресноблаженную и пренепорочную. И Матерь Бога нашего, Честнейшую Херубин, И славнейшую без сравнения Серафим, Безыстренья Богослова Родшую, Сущую Богородицу Тя величаем. Анатолий, ты хочешь помолиться своими словами? Нет. Ну, молись, Серёжа. Господи, благодарим Тебя за это занятие, за те вопросы, которые поднялись. Благослови детей наших, дай им родиться свыше, умудри родителей в воспитании детей своих, Господи. Если угодно воле Твоей, Святой, избери их к спасению. Молим Тебя. Господи Божий, примь нашу молитву в изъянии рук, как жертву вечернее благоухание приятное перед престолом благодати Твоей. Мы молим Тебя, Владыка Мира. Соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящих Тебе на небе и на земле. Боже Всемогущий, услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. Дивный Господь, любящий Отец, во имя Иисуса Христа просим, услыши нашу молитву. Я патриархи, как ему тяжело. Я папа, священника, епископа, дару им всем рождение и опасствие. И прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. Аллилуйя. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушай и слыши трав твой. Хвала Тебя, Отец и Святой Бог. Аминь. С мера Божьим.